Звезды на Байкале Тимирканов с восторгом пишет критики о совершенно непредсказуемом исполнении маэстро. Юрий Тимирканов спустя 10 лет вновь на фестивале «Звезды на Байкале». Их он уже зажег в глазах зрителей в день открытия. И продолжает очаровать слушателей еще волшебных три вечера. Юрий Тимирканов на репетицию выходит без слов. В тишине разворачивает ноты, взмах кистью команда оркестру «Играть». Денис Мацуев, друг, коллега и организатор фестиваля, в первом ряду по просьбе дирижера. Мацуев следит за качеством звука. Друг другу доверяют. Музыканты давно вместе выступают на многих сценах мира с оркестрами Лондона, Японии, Европы. Недавно вернулись из тура по Америке. Но в Иркутске, говорит Мацуев, абсолютно все играют по-другому. Я знаю их всех долгое время. Я слышал многие концерты. Но как они играют здесь? Не потому что это у нас, не потому что я иркутянин, а потому что, видимо, байкальская энергетика заряжает настолько. В Иркутске, если вы почувствуете, что не хочется спать, у тебя какой-то невероятный прилив сил, в общем, это сумасшествие, которое я просто обожаю. Этого внешне бесстрастного диалога дирижера с музыкантами зрители Иркутска ждали давно. За это время Юрия Тимирканова итальянцы признали лучшим дирижером года. Японцы присудили звание кавалера Японского ордена Восходящего Солнца. За развитие взаимопонимания между странами посредством музыки. Публика всего мира требовала играть на бис, а журналисты называли волшебником. Наконец, гастрольный график совпал, и на Байкале зазвучал один из любимых композиторов маэстро, Сергей Рахманинов. Он наиболее русский человек из многих-многих других композиторов. Потому что он начал с трагедии, как будто он предвидел свою несчастную судьбу. Я думаю, только у нас могут понять всю трагичность Рахманинова. Я очень люблю его играть. У восточной гости Саяка Сёдзи публику Сибири заворожила с первых движений смычка. То ли от того, что зрители уловили знакомые интонации наставника Юрия Тимирканова и одного из первых учителей сибиряка Захара Брона. То ли скрипка Страдивари Рекамье с почти 300-летней историей, которая побывала и в руках Наполеона Бонапарта, сыграли свою роль. И Сёдзи вышла на бис. Это итальянская опера. У меня с детства была мечта стать певицей. Но мой тембр голоса как будто надломленный. Он с детства такой. Мой голос это моя скрипка. И когда мне удается исполнять итальянские произведения, я счастлива. Денис Мацуев до конца фестиваля сыграет ещё не раз. А вот волшебник Юрий Тимирканов вновь улетел. Но ненадолго обещал вернуться уже в следующем году. Сплавать по Байкалу и скорее всего нырнуть в озеро. Как говорит гостеприимная приглашающая сторона Денис Мацуев, этой участи ещё никто не избежал. Анастасия Егорова, Дмитрий Якулев, Сергей Хованец. Новости культуры. Иркутск.